Захватим их землю, в Киеве ждут распада России. 22 апреля 2019 года газета Захватим их землю, в Киеве ждут распада России. Источник изображения Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распаду. Украина ждет распада России и должна в это время захватить часть российской территории, призвал украинский генерал Игорь Романенко. Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко рассказал о дезертирстве. Только в 2014 году на территорию России из состава одной бригады в СУЗ бежали 400 человек. В Киеве ждут распада России и захвата Украиной части территории своего восточного соседа. Об этом заявил украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко. По его словам, во время неминуемого распада Россию Украина должна действовать активно и взять под свой контроль часть российских территорий. В частности, считает бывший военный, распад России начнется с захвата Сибири Китаем, передает РИА новости. Россия может потерять не только Сибирь, она вообще может развалиться. Но для этого должны сложиться определенные обстоятельства. Исторический опыт говорит о том, что ни одна империя не сохранялась в том виде, в котором она существовала. Рано или поздно все империи распадаются или переформатируются. Это ждет и Россия. Вопрос только в том, когда, добавил Романенко. Тремя днями ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко рассказал о фактах массового дезертирства украинских военных в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. По словам Муженко, только в 2014 году на территорию России из состава одной бригады в СУС сбежали 400 человек. В июле 2014 года из 72-й бригады перешли, на территорию России, больше 40 человек. Мы как раз взяли под контроль почти всю нашу границу, за исключением 40 вопросительный знак 50 километров от Изварина до Пархоменко, восточнее и юго-восточнее Луганска, приводит фан слова военного. Он объяснил дезертирство психологической напряженностью. Солдаты не выдерживали и решались на бегство в Россию, считая это лучшим вариантом в условиях вооруженного конфликта, отметил Муженко. По его словам, украинским военным приходили СМС сообщения с призывов переходить границу с Россией. Чуть ранее член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цыков прокомментировал решение Украины о прекращении действия соглашения между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники. По его словам, данная инициатива связана с желанием оттолкнуться от России. Выбрали этот путь в общем-то давно, еще при прежнем руководстве, отметил сенатор. Он добавил, что раньше часть украинских политиков понимала, при всей сложности отношений между государствами тема вооружения должна оставаться неприкасаемой. В середине нынешнего месяца корабли Черноморского флота провели боевую тренировку в Черном море одновременно с учениями НАТО. Sea Shield, морской щит 2019, в этом же регионе, сообщили в пресс-службе ЧФРФ. Отряд российских кораблей выдвинулся в западные районы Черного моря, где осуществлял контроль и мониторинг подводной, надводной и воздушной обстановки в секторе, передает НСН. Летчики провели учебный воздушный бой на ближних и дальних дистанциях, а также выполнили фигуры высшего пилотажа. В учениях приняли участие самолеты-разведчики Су-24 и меры-фронтовые бомбардировщики Су-24М, многоцелевые истребители Су-30СМ, противолодочные самолеты-амфибии Био-12 и транспортные Ан-26, а также вертолеты Ми-8 и Ка-27. Недели ранее. В Черном море стартовали совместные учения НАТО и Украины «Морской щит-2019». В них приняли участие порядка 20 военных кораблей и около 2,2 тысячи военнослужащих из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции. В это же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турченов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе. По его словам, Москва наращивает ударные группировки войск вдоль украинской границы. Как утверждает Турченов, рядом с восточной границей Украины расположена 8-я армия Южного военного округа ВСРФ, а на севере 20-я армия Западного ВВСРФ. В резерве у россиян якобы стоит 1-я танковая армия, а также 49-я и 58-я общевойсковые армии, сказал силовик. Член Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связи с соотечественниками Владимир Катинеев назвал такие заявления секретаря СНБО банальным запугиванием с целью создания напряженности за несколько дней до второго тура выборов президента Украины. Депутат уверен, что речь политика является лишь средством борьбы для продвижения нужного кандидата на пост главы государства. Рафаэль Фахруддинов. Право на данный материал принадлежат газетам. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.